Мувимейкеры, живы ли они сейчас в CS2? Можно ли делать красивую картинку в сломанной игре? Насколько стало проще или сложнее? Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили сделать турнир. В чем суть? 8 мувимейкеров должны сделать спидране за 3,5 часа мувик с нашей демкой и музыкой на выбор. Лучшие трое попадают во второй этап, где дается на создание мувика 2 дня. И будет только один победитель. Клянусь, финальные работы прекрасны. Очень советую досмотреть до конца, и это не байт. Если наберем 15 тысяч лайков, такое мы снимем еще раз. А вот это был байт. Давайте приступать. Так, сейчас вам скину демку, я хочу услышать вашу реакцию. Ай, это донг. Не-не-не-не, ни в коем случае. Это мой не такой стадо, который будет забирать лучшего игрока мира сейчас и самого хайпового. Нет, нет, нет. Мы не будем этим заниматься. А какая мапа? Как скачать? Пацаны, желаю вам удачи, давайте. Семьдесят лет назад, мы не видели ничего подобного, как он. Нужно практике. Зачасто сделал вот этот скрин. Нет, зачас я сделал несколько записей. Ну, как минимум, запись самой игры, самого геймплея. Ну, вот начал какие-то проводки просто делать. Ну, как у тебя, успевается? Получается у тебя? Ну, надеюсь. Думаю, да. Хоть что-то получится, слушай. Окей, ну, супер. Дизел, привет еще раз. Какие у тебя успехи? Покажи, что у тебя получилось. Успехи нормальные. Ну, так, более-менее. Слушай, ну, очень красиво получается. Мне нравится. Такая приятная картинка у тебя. Светокоррекция хорошая. Ну, так учиться, что ты ее даже не делал. Да, не делал. Ну, и заказывай, это красиво. Пока только тут начало есть. И раскинул моменты пока примерно по музыке где-то что. И записываю сайны пока что. Ага. И как у тебя успевается? На самом деле, я впервые на скорость сделаю. Я не знаю, что получится. Это же классный, классный опыт. Это кайфово, да, согласен. Поэтому, ну, надеюсь, что успею, но буду смотреть. Ой, господи, он уже начал делать текст. Победитель. Оверпасс берлинг спирит. Ой, как классно! Вот опять выиграет. Я пока... Я пока еще не делал. Ну, чувак, это уже ждать. Ага. У тебя появился киллфит свой. Ладно, хорошо. Как ты думаешь, успевается у тебя? Да, не знаю, я сейчас кушал, сидел. Настойка тебе. Я так спокойно. Я прям щас халую. Прямо, макарону выводил. Все, давайте, короче. Давай, давай, давай. Господи, я как будто смотрю одно и то же, бро. Ну, просто у всех одно и то же получается. Я пока что практически ничего не сделал. Господи, вы что издеваетесь? Ладно, хорошо, хорошо. Нормально. Так, у тебя, у тебя что-то настоящее, отличительное от других. Не буду подсказывать, в чем именно, но у тебя есть что-то уникальное сейчас. Игорь, ну, шинниками как будто опять выиграет. И как будто Дизел опять займет второе место. Ой, я не помню, что у Дизела. А у них у всех как будто одно и то же. Одна и та же музыка, один и тот же момент, одна и та же цветокоррекция. Ну, то есть, пока ничего нет отличительного, кроме шинниками. Ну, очень, очень, очень интересно. Коля, показывай. Я, короче, решил сделать упор больше на именно на стрим, на какие-то ставки со стрима. Вот, поэтому я еще не все сделал, конечно, но что-то есть. Упор на стрим, это, я думаю, редкая история будет. Слушай, ну, для первого раза, это очень хорошо. Ну, давай посмотрим, хорошо. Короче, что-то будет, да. Удачи, удачи. А, смотри, смотри, он реальный стрим включил. Окей, не помню. Дизел, покажи, что ты сделал. Ага, пока мне нравится, красивенько. Ух, да ух, ух, ух. Ага, записи стрима. Ну, слушай, неплохо, неплохо. Как ты думаешь, на сколько процентов ты уже готов? Не знаю, если честно, насколько бы я ценю данную работу, но учитывая то, что я долго делаю эти пролетки, не знаю. Я не знаю просто, как другие сделали. Короче, она просто у меня лагает сейчас жестко. О, музыка классная. Ну, пока что там, я тебе сам записываю. А спонсор ролика Лид Скинс. Если вы хотели продать или купить скины из КСа, Раста или Доты, вы можете это сделать на сайте Лид Скинс. Многолетняя репутация, приятные условия и бонус 5 долларов за продажу скинов от 100 долларов по промокоду ШОК. Кстати говоря, там можно покупать и кейсы. Мой последний ролик на игровом канале, где я открыл 160 кейсов, были куплены на сайте Лид Скинс. Ссылка на сайт есть в описании этого ролика. А что, Нигамия? Мы можем посмотреть твою работу? Ох, как хорошо. Начало лютое. Так красиво написано. Мне кажется, я в прошлый раз тоже хвалил у тебя вот за такие микромоменты. Оооо. Ну вкус у тебя есть. А киллфит будет? Да-да-да. Тут я не доделал. Чуть-чуть осталось. Давай, а на сколько процентов ты готов уже? На 80, наверное. Ой-ой-ой, ну ты прям хорош. Ладно, давай, поел? Да, было чуть-чуть, ну голодное все равно. А сложности есть? Да, на парочку крипов потратил особенно много времени, но в целом... В целом норм. Так. Так, у-у-у-у. Потякилфит интересненький. Очень хорошее начало. Ой, какой планенький переходик. Красиво смог раскрывается. Все, давай. Ничего особо не поменялось, добавилось только 2 синематика. О, у тебя пыль какая-то. Ты ее добавил сам? Не уверен. От ног пыль, ну ладно. Нож все-таки прям красиво. Ну окей, давай. Необычно, правда, очень необычно. Мне нравится. Ай, вот здесь переход, наверное, слишком резко. Да, будет потом. Ай-яй-яй. Здорово, здорово. Слушай, Игорь, ну с шиньками первое место по визуалу. Селмэш второе как будто. Дудизел третий, наверное. Либо опять же второй. Как будто повторяется история. Прошло 3,5 часа. Наши мовимейкеры сдали свои работы, и мы собрались вместе с командой Сэби Шока, чтобы их оценивать. Сначала мы посмотрели все мовики, а только потом начали выставлять оценки. Погнали, шиньками. Очень красиво. Ну, есть такая подсказка. Он уже выигрывал. В прошлом выпуске выиграл именно он. Дизел. Он занял второе место в прошлом выпуске. О, красиво. Фильм. Но, менее драйвовый. О, так ж. Чёрный кран очень долго был. Это, скорее всего, ошибка, да. Но музыка у него единственная такая. Ой-ой-ой. Ну, лично мне пока эта работа показалась самой слабой, к сожалению. Ну, неплохо, на самом деле. Если вспоминать его работу в прошлом выпуске, он сейчас получше поработал. Так. Тут есть работа, которая не загружена в Google на YouTube. Давайте так посмотрим. Ай, слишком. Переиграл с этой коррекцией. Барни-донк. И он продолжал перформирующий. Тебе кажется, что у них руки отсутствуют, честно говоря, на Дэнке. Как будто на Соби-Шоке, да? Да нет, он с фо-хищной. Я думал, ты про мумимейкера говоришь. Во! Да, перчаток нет. Работа слабенькая, к сожалению. Ну, как будто этот человек не занимался раньше мувиками. Ай, и за это сразу истребить. Ну, как он пишет Шок? Очень много драйва вначале. Очень много. Нет киллфидов. Ай, какой приятный эффект. Как будто чуть-чуть не хватило. Но вот этот момент с глазами, это прям необычно. Очень. Ну, с камерами классно играется. Цвета коррекция, приятно. Ну, а что-то не то. Что-то не то все равно. У всех одна и та же музыка. Хотя у них был выбор из девяти. Ну, даже непонятно, сколько он клостил. О, не, это слабая работа, к сожалению. Очень слабая, да. Последнее место, к сожалению, занимает человек, который делал впервые в своей жизни мувик. Это Флитис. Я думаю, что он не скинул. Седьмое место занимает Пенс. Шестое место занимает Дралин. Ура! Пятое. Зорчи. Четвертое. Селмэш. Обназорчи на 2 балла. На 2 балла. И внимание, остальные 3 места. Третье место. Ланнер. Браа! Браа! Ну, Юра! Второе место. Дизел. И первое, Шенигами. Вы проходите следующий этап. И давайте встретимся уже через пару дней. Дальше мы думали взять трех финалистов из первого этапа. Но пересмотрев результаты и мувики, мы решили пригласить еще и четвертое место. Селмэш. Он заслужил. Участникам второго этапа мы дали 2 дня на создание нового мувика. И давайте посмотрим эти работы. Ну что, давайте смотреть, что сделали наши финалисты. Селмэш, Дизел, Шенигами и Ланнер. Наши критики все в дискорде и мы готовы смотреть. Селмэш. Этот человек случайно попал сюда в этот ролик. Потому что мы пересмотрели и поняли, что да, все-таки он был хорош. Полторы... Две минуты. Let's go. Батла 4, батла 5. Необычно. Редактор субтитров. Редактор субтитров. Ах, ха ха. Ах, ха ха. я как будто кино посмотрю из-за этого мы ему дали второй шанс и короче что это за момент я у себя я у себя в заметке записал я с большой боли в сердце не дам ему десятку потому что я не понял что это за момент и что это был клач 14 вообще-то окей идем дальше дизл оценки пока не ужас я такие вещи не должен говорить мне нравится дизайн а я уже этом это красиво это реально классная работа руки дергается из-за блин у него какие-то проблемы сейчас монтажа появляются дергания молодец тоже молодец но как будто недостаточно для первое место достойный работа ой-ой-ой-ой проблема с к с это что такое Серьезно! выше но это хорошая работа но но недостаточно но это идеальная работа сейчас будет сам оригинальный по сути а и и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждая работа идеальна в своем роде. Это очень сложно сейчас выбрать. Честно, лично нам с Настей больше импонирует последняя работа, исключительно из-за того, что в отличие от всех остальных трех, она фановая. Ну, то есть они все какие-то серьезные, это больше фановые, драйвовые, и в отличие от всех них, там реально было указано один против четырех. Очень прикольно. Не знаю, могу ошибаться, но она как-то более веселая, что ли, получилась намного. Честно, честно для меня, ну, мне очень сложно оценивать, когда такие прекрасные работы. Я правда не понимаю, что это сейчас было. Это было прекрасно. Огромное спасибо всем за участие. И я поздравляю победителя лайнера. Он забирает призовой фонд за первое место. Ребят, готов называть оценки. Скажу сразу. Правда. Я всем поставил десятки. Четырым. Но голосовал я не один. Не попал в тройку финалистов. Человек. И так это не хочется говорить. Поверь, твоя работа шикарна. Просто не повезло. Понравится всем. Но тоже ты сделал, это прям вау. Дизел, к сожалению, ты занимаешь четвертое место. Это не означает, что ты занял четвертое место. Это означает, что просто не повезло немножечко. А, он вышел? Это он? Нет. А, все, супер. Так, отлично. Так, третье место у нас занимает человек, который отстал на один балл. Это просто ужас. Шикарнейшая работа я был. Я с открытого смотрел. Соломэ, что занимаешь третье место? Уху! Первое место занимает с отрывом в 10 очков. Авторитет мой векерство. Лайнер. Ого. Туда! Вот так вот лайнер. Выиграл сегодня. С триком в 10 очков? Да. Да. Это как так вообще вышло? Не знаю. Я могу сказать то, что я начал делать работу за 8 часов до окончания дедлайна. И у меня еще свет вырубили. И все. Солмэш. Солмэш. Диздол. Шеньгами. Просто талантливейшая работа. У вас огромное будущее. Никогда не забивайте на это. Давайте. Вам спасибо за контакт. Спасибо. Я буду рад, если вы примете участие в третьем выпуске. Естественно. Если будет. Если поживете. Все, супер. Давайте на связи. Все, удачи. Да, когда-нибудь. Давайте. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить третий выпуск. Эта рубрика по-настоящему развивается и становится все лучше и лучше. Сегодня я прям был шокирован. Ребята-талантики, которых надо показывать. Которых надо рекламировать и поддерживать. С тобой был я, Эрик Шоков. И до следующего ролика. Пока.